Ребята, всех приветствуем! Продолжаем делать ремонт в этой комнате. Начинаем с неё, потом идём в кухню и в коридор. Вы не против? Я думаю, вы за. Ну, у меня опять филиал бани, день номер два. Вот, что я делала сейчас. Я убирала на кухне потолки алюминий, всё это скручивала скотчем, и помазала жидкостью для снятия обоев. Я вам говорила, вот у меня астон. Вы можете купить любую другую, они аналогичные. Это щёлочь тут содержится. Согласно дозировке её, ну, можете в комнатную воду, комнатной температуры или горячую воду добавите. Ну, я так на глаз добавляю чуть-чуть. Потом она будет вот с небольшой такой пеной. Лоток 230 на 350. Для валика 25 см. Валик меряем с ручкой. Чтобы он прошёл у вас. Это самая большая кювета. Валик у меня 18 мм. Диагональная нить. Ну, вообще, вот, желательно диагональную. Не прямую нить, а диагональную, чтобы она вас рубцов не оставляла. Я рекомендую вам всегда иметь пару. 25 и 10 см. У 10 см вы покупаете длинную ручку 48 см. Даже если она будет у вас в руке, всё равно вот под батарею вы ей сможете достать. Палка тут у меня тоньше, чем вот эта. Значит, ребята, вот эта я под батареей, я без вас уже его пересмочила, издирала. Значит, смотрите, поступил вопрос, ребята. Как быть человеку, у которого слежались, склеились, как картон, многочисленные газеты? Сегодня с утра вот он мне написал этот человек. Ну, у меня-то есть выход. У меня есть вот такой игольчатый валик. Это для монтажа гипсокартона, когда его надо гнуть. Варку и так далее. Видите, он игольчатый валик. Значит, что надо делать? Надо прокатать ваше изделие, которое, вот газеты, вот не подлежит у вас. Вы его скребком скребёте, а он у вас не идёт. Значит, что мы делаем? Для проникающую способность, во-первых, снять винил. Это первое. Вот остались у вас многочисленные бумаги, которые у вас клейстером уже, вот, то, что раньше варили. Клейстеры, они действительно друг с другом очень склеены хорошо. Вы их насекаете. Если нету вот такого, берите тогда молоток для отбивки, там, мяса. Ну, для лица я не буду подавать, потому что там всё-таки очень тоненькие иголочки и очень дорогостоящие сплавы. Ну, или берите какие-то молотки, или какая-то старая тёрка, или можете, ребята, знаете, что сделать? Рельсы, рельсы, шпала, шпала. Берёте шпатель и вот так рисуете кресты, ромбики. Поступайте как угодно, но вам надо, чтобы у вас проникающая способность увеличилась. И так, ну, будете снимать по квадратикам, по этим. Ну, а что делать, какой выход, я также делала у одного парня. У него были металлизированные обои, и надо было мне их снять. И я их снимала именно так, вот, квадратиками, ромбиками. Поступайте так же, выхода особого нету. Ладно, значит, этот я не увожу домой, потому что у меня очень проблемные, я вижу стены в коридоре. Они совершенно гладкие, типа циит, вот, плоский шифер. Поэтому я убираю, но ненадолго. Для завтра, послезавтра, когда мы дойдём до коридора с вами. Там уже воочию посмотрим, как работает валик, как надо им действовать. Хорошо? Договорились? Хорошо. Ребята, ну что? Мало того, что я нагоней получаю от новеньких. Ну что, я от стареньких тоже. Почему я не закутала дверь? Получила я сельсотраписту. Ребята, а я вообще-то ни в какой магазин ещё даже не ездила. Вот эта жидкость для снятия обоев, там, грунтовки плавен, баклажки. Это у меня ещё старая. Понимаете как? Ну что, нашла вот стрейч-плёнку. Что-то у меня откуда-то из Алиэкспресса, наверное, какие-то зонты, может, мне приходили с этой техникой. Короче, вот четыре вот куска. И скотча, совсем чуть-чуть у меня оставалось скотча. Ну, совершенно вот чуть-чуть. Видите, какие-то там совершенно вот жалкие кусочки у меня вот тут вот. Вот. Ну, ручку я закутала. И с этой стороны у меня, слава богу, хватило. Ребята, вы меня просили, я вам показываю, каким скотчем я рекомендую, не в целях рекламы, а просто из опыта, пользоваться людям. Вот Фолзен, влагостойкий, термостойкий, до 60 градусов, держащий и не распадающийся даже на рамах. Я ставила, в минус один ушла. Позапрошлым году я красила все окна в ноябре. И ушла в мороз. Короче, я его сняла без проблем. Он хороший тут клеящий слой, чтобы он не распался, я по кусочкам не отдирала. И для... Ну, а для батарей точно он 60 градусов держит. А вот для четкого края мне вот мой хозяин покупал. По-моему, это в автомагазине. Вот, ребята, вот фирма какая. Это вообще для четкого края. Он и влаги не боится. Короче, вот этот вот скотч у меня был у Дениса на двери, на входной, на откосах 6 месяцев. И шпаклевки там были, и штукатурки, ЖТИ. Не знаю, значков не вижу. Но вот эта фирма. Вот эта фирма Фолзен. Вот такими скотчами бумажными я вам рекомендую пользоваться. Так, ребята, ну что, давайте закончим сегодня вот в этой комнате и прогрунтуем, потому что я вчера без вас уже две стены прогрунтовала. Сейчас я намочила. Ну, как мочить, вы, наверное, знаете, нет? Или вам надо показывать? Что мы делаем? Наливаем жидкость для снятия обоев в ведро с водой. Вот у меня ведро. Отклея. С крышкой. Налила сюда. Теперь выливаю его в кювету. Вот она у меня. Палку одеваю свою. Метр двадцать. Двадцать пять сантиметров. И буквой W, как будто я крашу забор. Вот так наношу жидкость для снятия обоев. Не концентрата, а уже разведенная. Вот навела. Вот, ребята, мне надо было еще взять пассатижи. Но они у меня, видите, я изложенного помещения все вынесла туда. Потому что обязательно надо все вот эти шурупы, все гвозди, все вот это. Так, давайте сейчас быстренько с вами снимем все, что я могу. Так, я беру по-прежнему то, что я вам сказала. На сегодняшний день у меня есть два предмета. Вот этот универсальный шпатель пять в одном. Обязательно его купите. Ему очень хорошо валики мыть. И из Леруа. Покупаем срочно, когда будем там, все мы, хотя бы по одному вот такому скребку. В жизни он вам очень пригодится. Так, ребят, снимаем. Видите, какими большими кусками. Все снимается. Какое великолепное средство. Но сразу действовать не надо, как вне девушки подтвердили, что было жарко на улице. И они открывали окна. Тут все высыхало моментально, но зато они дышали полной грудью. Понимаете как? А я вчера сушила свои вещи на балконе. Ушла домой, а вещи хоть выжимаем. Так, снимаем, ребята, сейчас мы с вами. На наличнике у меня уже скотча нету. Так что не ругайте меня, когда появится. Или наличники снимут мне плотненькие. Ну, что-то придумаем. Или я их закутаю. Так, снимаем с вами сейчас. Что, можем? И грунтуем, и уходим. Завтра уже в кухню идем. Скоблим. И вы так же поступайте. Ничего в этом сложного нет. Вот сегодня мне одна девушка написала, Елена, что у нее были красно-сине-черные обои. В старой квартире. Она поленилась до конца снять последний слой и начала шпаклевать. Ну, кто мне ответит на вопрос, какого цвета у нее стала шпаклевка? Правильно, рыжего. Потому что там находится в старых обоях аннилиновый краситель. Очень стойкий аннилиновый. Ребята, кто мне скажет, почему я оторвала сейчас шпаклевку? Вот. Потому что обои клеились на влажные стены. Понимаете, как? Они очень сильно торопились. Когда я снимаю свои обои, у меня такого не бывает. Раз в 10 лет я прихожу на старый заказ и снимаю обои. Вот как-нибудь я приду, когда я вам продемонстрирую свои обои с изнаночной стороны. Что там нету такого. Чтобы я снимала, и у меня там сыпалась шпаклевка под обоями. Там шлисты должны быть чистые, а шпаклевка должна оставаться на стенах. Так, снимаем с вами сейчас. Видите, как здорово, ребята? По целому листу. Вот что значит, они набухли. Клей от этой щелочи уничтожает этот клей. Это уничтожитель клея. Потому что мне столько клея тут не надо. Ни под штукатурку, ни под шпаклевку. Так, тут чего. Тут завнущим. Взятьте, зачищаем. Так, ну что, идем наверх. Вы не против? Поднимите наверх, ребятки. Потрудимся. Чуть не падаю на скользком.